Недавно, самый последний на данный момент из команды получил автомобиль по автопроекту. Знаете об этом? Да! Это Наталья Бостоногова. Она здесь. И сейчас она расскажет свою историю. Мы ее поздравим. И потом мы на обед уйдем. Не только обедать, но еще и заряжаться. Заряжаться. Передаю. Сначала поздравляю. Ой, а сначала тебе еще раз. Поздравляю. Ну, Наташка, ну бомбанула. Дала жару как следует. Знаете, я немножко про себя расскажу. Потому что, вы знаете, вот это ощущение, когда рождается в команде первый лидер. Сначала первый тысячник, потом первый две пятьсот, пять, десять. И потом профи. Для наставника это как для мамы, когда ребенок первый раз сказал. Потом зубик вылез. Потом он сделал первый шаг. И знаете, это каждый раз. Я сейчас говорю, у меня мурашки, у меня слезы. Да, на меня. И это каждый раз настолько охренительные просто ощущения. И я хочу Наталью поздравить сегодня и поблагодарить за то, что ты мне подарила. Просто невероятные ощущения в этом году. И ты, ну просто уникальный человек. В тебе столько всего. Ты такая крутая. Ты привезла с собой в партнеры, в команду. Вы растете самостоятельно. Такая движуха у них. И при том, при всем. Это простой человек. Как вы видите, две руки, две ноги, одна голодная. Ты красотка, это букет для тебя. Для тебя радовала. Это самые классные, такие вот живые эмоции, когда они, да, случаются в нашем бизнесе. Это самое крутое. И это еще не все. Есть еще один подарок, такой символичный. Потому что у тебя скоро будет классный значок. И не один. И чтобы тебе было куда положить эти значки, это такая шкатулка для твоих нереальных, просто классных, потом покажешь, для таких нереальных, классных, звездных наград. И ты этого достойна. Ты достойна самого лучшего. Да? Давайте аплодируем. Спасибо. Я его сюда положу. Всем привет. Я, конечно, волнуюсь. После таких слов, продолжать спору в комнату. Ну что, я, во-первых, поздравляю нас всех с днем рождения. Команды нашей. Правильно Аня сказала, я в команде. Ой, сколько? Чуть больше года. Год, два месяца. Но как будто в семье. Вот в своей родной семье. Вот правда. Настолько вот сейчас словам Ани. Присоединяю, что семья — это команда, это одно, а семья — это еще лучше. Ну что, о себе что рассказать? Ну ты пришла. Да, давай что, ты пришла не просто так, как бы, сходя. Да. Было уже опыт. Сейчас я сожжусь. Да, опыт у меня был, конечно. Большой опыт был. Да, большой опыт был. Как раз, да, я хочу даже сказать, сейчас мы по дороге ехали, и я вспомнила, что у меня это второй шанс был, оказывается, попасть именно в нашу команду, в Женину команду. Потому что я, может быть, даже не рассказывала об этом, но у меня вот что-то всплыло в памяти. Потому что где-то, наверное, года два назад, или может больше, два с половиной назад, Женя, тоже об этом не знаем, получилось так, что меня приглашала девушка из нашей же команды на какое-то обучение, которое проводила Женя. Вот. Ну, я послушала, что-то там послушала, да, но сказала, нет, нет, не интересно, это не мое. Я так понимаю, что было, наверное, не время начать, не время, ну, что-то мне не понравилось. Вот, потому что я работала в другой компании. Вот, потом, значит, получилось так, что я увидела эфир Лили. Это было в конце 22-го уже года, да. Вот и она рассказывает, что уходит из Арифлейм в сибирское здоровье, или в Сибири Ангелос. Вот. Ну, и тогда я поняла, что это мое, что мне тоже нужно почему-то. Я не знаю, Лилию я толком не знала. Я что, я смотрела твои распаковочки, буквально там несколько штук подписалась на канал, и, ну, наверное, наверное, такая судьба. Ютуб рулит. Да, 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 Ютуб, да. Если бы не твои видео, конечно, я бы не попала к тебе. Вот. Ну, все, я волнуюсь, это классно. Да, это все хорошо, это здорово. Давайте поддержим. Ну, что, я, наверное, сначала изучила маркетинг-план, да, посмотрела все, почитала, посмотрела продукт, и я написала Лили, что я хочу к тебе в команду. Вот так я пришла, то есть никто меня не звал. Получается, мы... Результат вы видите. Результат. Получается, по быстрому старту я вышла на 10 тысяч. На профи я вышла на 11 месяц. Ну, и вот сейчас будет два месяца автоворус и программа путешествий. Спасибо. Спасибо, Расскажи, как работаешь. Да, это секрет. Работаю я оффлайн, практически. Ну, а что вы делаете, мероприятия проводите какие-то? Нет, не проводим. Просто разговариваем с людьми, рассказываем о продукте. А где берутся людей? Все знакомы, я когда узнала о продукте, я просто рассказывала, какой шикарный продукт, как он работает. Все. А клиентский чат ведешь, потом в клиентский чат добавляешь? Да, да. А клиентский чат оффлайн, да? Да, трафик. Вы собираете несколько людей и проводите какую-то оффлайн-встречу? Мы работаем вообще индивидуально. И просто этих людей собираете клиентский чат, правильно? А сколько в клиентском чате человек? 300 человек. А вы даже не знаете. А партнер есть? Конечно. Две пятерки. Откуда они? Три. А, три. Три пятерки. Откуда они? Три пятерки. Я пришла, Миктория Звотопопова. Выходи. Рассказывай. То есть сначала. Выходи. Пятерки, выходи. Ну нет. Откуда, скажи, откуда пришли партнеры у тебя? Меня зовут Виктория Протопопова. С Наташей мы знакомы были давно. И она и я были зарегистрированы в Арифлейм, но в разных структурах. Я сама в Новосибирске и приехала уже оттуда. Была на определенном уровне. Потом забросила это все, и все у меня развалилось. И тут я к Наташе обратилась, мне нужна была Омега. Я у нее спросила, там бы Арифлейм скидать нет случайно? Это был январь месяц прошлого года. И она мне говорит, Вик, я уже давно не Арифлейм. Я ушла в Сибирку. Я говорю, в смысле? А я-то ее знаю еще с Новосибирскому. Помню, мама что-то покупала. Компания, думаю, хорошая. Как это, думаю, Наташа, столько лет, там, больше 20 Арифлейм и ушла в Сибирку. Я говорю, ну-ка рассказывай. Ну она мне говорит, вот то-то, то-то, продукт классный, а цена 600 рублей. Я говорю, да ладно? Я говорю, а макетинг дай посмотреть. Она говорит, смотри. Я посмотрела и говорю, регистрируй меня, все. Я с первого месяца стартанула, ну по-серьезному, вышла на 1000 баллов, потом мне 500 и... Ну ладно. Подожди, тот же вопрос, а как растешь? Как ты работаешь? Ну, я изначально начала приглашать тех, кто у меня был зарегистрированный, и мои знакомые, именно в Арифлейм. У меня пришло три человека, вот с ними я вышла первый месяц на 1000 баллов. А сейчас просто так же веду клиентский чат, добавляю всех, знакомлюсь везде. Опять же добавляю, вот вчера пришла к партнеру в парикмахерскую, и буквально за час мы добавили трех человек в чат, уже, ну к ней будем регистрировать. И один из них говорит, я хочу работать. Ну, то есть везде, везде просто рассказываем, открываем рот. Сколько у вас человек в чате? У меня 200 с чем-то, но у меня еще очень хорошо идет запуск, то есть у меня очень мало заказов через мой номер. Если у меня только появляется какой-то заказ, я его максимально прокачиваю и регистрирую человека, и он у меня практически все идут по 200 баллов. Вот минимум, потом начиная 500, потом тысячники появляются, ну вот так вот. Молодец. Расскажи, кем ты работаешь? Всем привет, меня зовут Елена Вилан. Я с Краснодарского края, город Овширонск, здесь недалеко 210 километров всего. Я работаю в музыкальной школе, преподавателем, уже 16 лет работаю, преподаю урок протопиано. С сетевой я пришла к Нагалин за продуктом. У меня ребенок, сейчас ему 5 лет, на тот момент сильно болели, очень сильно, в садик толком не могли ходить, потому что 3 дня ходим, месяц-два мы болели. Наташа меня один раз позвала в компанию. Я зашла, в клиентский чат, да, зашла к ней в чат, посмотрела, божечки, сколько всего, много, мне некогда читать этим. Я вышла. Вышла через пару месяцев, мы вышли из больницы. Я ей звоню, я говорю, Наташа, мне надо что-нибудь для детской серии, посоветование, порекомендую. Но она сказала, детская мега, витамин Д3, сироп и так далее, а кое-что. Я взяла, взяла, она говорит, сделай регистрацию, чтобы тебе возвращался кэшбэк. Хочешь? Я говорю, конечно, хочу. Давай. Сделали мы регистрацию, получила я заказ, мы пробили месяц. Я увидела результат, на 2-м месяце у меня дитё пошло в садик уже. После садика мы месяц, 2-й, 3-й ходим, мы не болеем. Я говорю, это что за чудо такое? Разве так бывает, какие-то чудеса? Потом начала для себя кое-что приобретать, потихоньку продукцию. Это дело летом было, делать было нечего мне. Я была в отпуске, 3 месяца в отпуске. И 21 июля ночью легла спать, не спалось. Мы пришли после дня рождения. Я видела уже, как Наталья ведёт свой чат, свою группу. Я говорю, я, наверное, тоже хочу попробовать. И завела ночью свой чат. Добавила всех своих контактов. И прям всех добавила в свой чат. Это было буквально 40 человек. Но это были прям настолько выборочные-выборочные контакты. Добавила всех. И всё, и утром Наташе звоню, говорю, я сделала чат. Говорю, что делать дальше? Ничего не знаю вообще, в принципе. Наташа у меня дала руководство и подсказала, что и как, где, что брать. И чем заниматься. Получается, вот с 21 июля я начала работать. И вот по сегодняшний день я хочу заметить, что у меня в тот месяц был очень большой спад. У меня по банкам было 1600 баллов, что я сделала. Феврале. Это феврале было, да. Были небольшие дома проблемы с мужем. Муж не хотел, чтобы мы этим занимались. Бросай. То есть, ну, вообще. Потом долгие-долгие разговоры с Лилией. Много разговаривали с Наташей, мы с другими девочками. Вот. И он разрешил. Дал своё согласие. Благословение. Я не знаю, что это было чудо. Сегодня он, кстати, здесь. Я его уже встретила. Да, вот кто-то мне мужик и говорит. Это вы? Ну, я такая. Похож на меня. Вот. И с февраля и по март я вышла на 5000. 5.18 тысяч. Я не знаю, как это было. Я очень важная мужик. Поэтому звезда. Будем я стараться выше идти. Ну, вот до лета хочу закрыть десятку планах у меня. Очень. Очень. Девочки, я вообще...